Приветствую вас, Аноним. Я, конечно, хотел бы спросить вас, как вы себе только честно представляете вот эту историю, что мы, основываясь только на вашем тексте, например, даем заключение о сексуальных предпочтениях вашего молодого человека. Знаете, пока что, пока что, я вижу только то, что, возможно, какие-то фантазии у него на этот счет вполне могут быть. Но, плохо ли это? Ну вот, сразу, да, сходу, плохо ли это? Да нет. Сразу, сходу, это неплохо, потому что какая разница, какие у человека комментарии, да? Это первое. Второе, это, пожалуй, то, что, если у вас сексуальная жизнь есть, если она у вас нормальная, хорошая, то беспокоиться вам, очевидно, не о чем, в таком случае. Другой вопрос, если в сексуальной жизни есть проблема. Вот. Ну, в таком случае, да, ситуация, конечно, не очень приятная, не очень хорошая. Вот. Что касается его замечаний, да, вот, ну, каких-то, то, ну, пока что это выглядит, знаете, как, я бы сказал, как насмешка. То есть, это выглядит просто, как, такой, знаете, вот, юмор. Вот, у человека просто такой юмор, и все. Вот. Все, вот, вот, пока что, на мой взгляд, эээээээээ, ситуация в ситуации выглядит так. Тут он просто, вот, такое ощущение, что он, ээээ, над вами, ууу, как думать, может быть смеется, а там, может быть над вами. они, ну, что издеваются, я не согласен, ну, просто как-то вот посмеиваются, да, скажем так. Вот, потому что все его, по сути, бандажи, да, они, ну, кто-то говорит, все это связано с вами, кроме, кроме, вот, девочки, которые, ну, кроме этой девочки, которая была, ну, в телевизоре, вот. Так что я, если честно, вот не думаю, что у него есть прям такая уж ярко выраженная адъективность, вот, хотя и могу понять, что вас это, это, ну, вас это беспокоит и тревозит, я могу понять, могу это понять, правда. Вот, ну, это, мне кажется, больше связано с некоторыми вашими страхами, допустим, вот, нежели чем, чем-то реально. Вот, понимаете, какая шпука. Поэтому, мне кажется, ну, вот, примерно так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете, примерно так. Я понимаю, что, возможно, это немного, я понимаю, что, возможно, вы хотели больше, вы достаточно много всего, много написали, но, по факту ситуация вот такая на данный момент. То есть нельзя, не разговаривая с человеком, не исследуя его историю, не исследуя его жизненный путь. То есть нельзя делать такие выводы, вот, на мой взгляд, нельзя делать такие выводы, вот. Если вам страшно, если вы, вот, чувствуете, что, ну, вот, вы боитесь, там, переживаете, то это вопрос, как и указали мои коллеги, это вопрос доверия. Вопрос именно доверия между вами. Вопрос того, насколько вы, вот, друг другу, друг другу доверяете. Вот, и все. Так что, мне кажется, ваши страхи, они имеют под собой личностную основу. То есть это вот просто, чтобы вы понимали, да, это именно личностная основа. То есть есть что-то у вас, именно у вас есть что-то, что этот страх породило. И вот, ээээ, возможно, это какое-то чувство недосященности, возможно, это еще что-то. Вот. На это обратите внимания. На это, а не на мужчину. Вот. Конечно, конечно, подозрительно, конечно, подозрительно, и то, что он высказывается о педофилах, это тоже подозрительно, потому что, ну, то есть все подозрительно, все можно толковать так или иначе. Вопрос в действиях и вашей сексуальной жизни. Такая вот история. Я надеюсь, что мой ответ вам помог, хотя бы немножко. Если понравился он, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша разрушится и дело не дойдет до разрыва отношений. Спасибо. 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 Спасибо.